Только не начинайте, пока я не убил. Наташ, хлопушку не видно с верхней камеры. Так а мы как раз с тобой и начинаем с кадром. С хлопушкой обязательно. Так что ты ж, ты улыбайся, Натали. Наташа, так хлопнует. Ты улыбайся и красиво так. Так, вот. Начинаем. А сьогодні кухня у нас незвична, бо сьогодні у нас в гостях канал АТВ. Режисери, оператори, журналісти, всі, кого ви знаєте, але рідко бачите. Тому що вони знаходяться за кадром і за камерами. Телевізійна кухня. Сьогодні ми її покажемо тут. І ще ми спробуємо накрити новорічний стіл. Такий корпоративчик зробити собі, і ви всі переконаєтесь, що це, в принципі, не коштує дорого. Що це можна зробити в своїй фірмі на швидкоруч смачно і цікаво. А що з того вийде, побачимо. В процесі. У новорічну річ. О, ми починаємо. І так, перший пішов. Перший у нас сьогодні представляємо. Ну, я думаю, представляти насправді Ігоря не потрібно, але все-таки ми скажемо. Це Ігор Назаренко, начальник відділу журналістських розслідувань. Наша гордість, чість і совість, який більш известний сумчанам під псевдонимом Ігор Стрельців. О, сьогодні Ігорю... Чого производителю цих сухарьків? А нет, конечно, донецький. А несправдість. Ізюминку ми оставимо девочкам. Ізюминку ми оставимо девочкам. У нас буде острінькі сухарики. Для цього нам понадобиться хліб ржаной, остенькая приправа, которую необходимо... Какой-то соус будем делать? Да, будем делать соус, майонез, сметанка. Зеленушка? Зеленушка, чесночок. Тогда начинаем. Сухарька универсальна закуска. Она хороша, как пиву, так і в любые салаты с майонезом. Но їх не надо бросати в последний салат і подавати сразу же, потому, щоб вони не размякли, а хрустели в салатике. Ну, я вам скажу, как любитель, так сказать, туристических путешествий, вони незаменимы і в походах, потому, що супчик... Насушил сухарей. Це більші, так? Тобто, на половинку. Так, на половинку. Так, на половинку і вот так, буквально 4 части. Понятно, понятно. Все. І вперед, то есть... Із песні. Із песні, да. Як ми любимо. Так ми любимо. Обычно ты копаєш, выкапываєш че-то інтересне, а сейчас ми будем с тебя выкапывать? А скажи мне, пожалуйста, как так получилось, что учитель географії, так? Так. Попал... Нет, не на телевидение, а попал в таможню. Работал там много-много лет, а потом решил, что да ну, его все, и пришел, к счастью, к нам. Решил сменить кардинально. Кардинально, да. Кардинально. Ну, дело в том, что, как я попал в таможню, я пошел после института, обошел сам лично все школы, вот, и мне места не нашлось по моей специальности географии и биологии. Нашел только в 22-й школе учитель трудов и рисований. Прекрасно. Вот. Ну, я проработал, потому что там для рисования так особо базы не надо, а вот для трудов надо много. Я два месяца порассказывал теорию, вот, и понял, что... Рассказал все, что знал. Да. И понял, что дальше надо что-то делать, а делать было не еще. Поэтому, но параллельно я, когда самое еще услышал, что в таможню набирается новые кадры там. Так. Вот. И подал на конкурс, месяц учил законодательство, изучал компьютер, ну, потом, через два месяца, когда вот подошел мой, так сказать, период, когда не понятно, надо было что-то делать, а делать было меньше. К счастью, тут надо было сдавать экзамены в таможне. Я сдал, прошел, и очутился на юной конке. И сколько лет? 11 лет. 2012-й Лун отдана Нелепой игре. Ну, конечно, совсем Нелепой, я много чего научился. И как вот это можно, вдруг такое, ну, хлебное место, как таможню, поменять на телевидении? Дело в том, что я в таможне работал не только на оперативной работе, но попробовал, в аналитическом отделе я работал, а потом захотелось мне, я просто люблю менять, так сказать, сферы деятельности. Что-то новенькое. Да, что-то новенькое. Это меня пугает. Да, что-то новенькое, на что-то остренькое. Наши все сухарики сбрасываем вот сюда вот. Предварительно их надо раскрешить, ну, в смысле, раскрешить, чтобы они разъединились, они были дружными, как советские пельмени в пачке. Да, чудесно. Вот. Для того, чтобы нам они перемешались так же равномерно со специями. Значит, насчет специй хочу сказать. Мы перепробовали куриные приправы, там, сыром, все такое и прочее. Нам вот лично всего, ну, нашей семье, больше понравится с грибами, грибная приправа. Вот. Соль, так сказать, Ну, нам, туристам, больше нравится с грибами. Да. Слушай, что тебе больше всего нравится в твоей сегодняшней работе? В моей сегодняшней работе это мне нравится больше все движение, встреча с интересными людьми. Мне же не только, в принципе, криминал. Слава Богу. Да, слава Богу. Да, потому что это можно с ума сойти. Вот. Ну, есть и творческие всякие выставки, художники, музыканты. Ну, это, кстати, это мне нравилось и на юношках, то есть на посту. То есть, опять-таки, все время какие-то едут путешественники, там, да, турки, там, поляки, чехи, словаки, разные люди. То есть, в процессе оформления документов общаешься с людьми, то есть, взимнешь что-то новое. Почему вот это хлебное место поменял на телевидении? Значит, рассказывай. Да. захотелось, я на самом деле писал, когда еще работал в пресс-службе, я писал для киевских журналов, ведомственных и прочее, там, для путешественников. Вот. И мне захотелось вот все-таки чего-то такое электронное, то есть, создать какой-то фильм, снять, попробовать и тому подобное, но в таможне, я отдельно попробую, не хватило просто профессионализма, там, нашим актерам, таможенникам, поэтому захотелось... Закропчик у меня половинку. Ага. Захотел что-то более... Половинку. ...более серьезное. И я решил пойти в телевидение. Держи. То есть, тебя, в общем-то, увело оттуда, увело оттуда желание делать какие-то свои проекты? Да. Делать свои проекты. Я же, кстати, не только кременал, мы же, если помните, то делали там и художественные, и игровые. Да, ты, кстати, ну, чуть ли не первый на канале начал делать такие вещи, у нас такие были, как короткометражки, по сути, да? Чупакабра, потом... Чупакабра, До этого были еще серии о войне. Да, о войне. Очень интересные передачи, которые, в принципе, это такие нетленные, интересные, которые постоянно идут на нашем канале. Слушай, как ты восстанавливаешься после общения с правоохранительными органами? Все знают, что это все-таки тяжело. Попробуй, довейся этот комментарий. Попробуй, это все выдержи. А потом вот придешь, и как? Ну, дело в том, что мне легче еще, потому что я знаю психологию этих всех товарищей, потому что я с ними работаю. А, то есть ты прошел школу? Да, поэтому я знаю, как они думают, чего они боятся, чего любят, чего они не любят, поэтому в этом смысле школа таможенная мне помогает. Для того, чтобы еще вот это все хорошенечко пропиталось. Пропиталось. Так это что? Это просто вода. Ага. Это просто вода? Просто добавь воды. Надо немножко их сбрызнуть. Боже мой, как интересно. Взбрызнуть? Мне подходит этот флакон под цвет флакона. Я его подержу. Нам всем подходит. Нам всем подходит. Так, тебе дома готовиться, готовить приходится вообще, или это не твое мужское дело? Дело в том, что, понимаете, когда есть теща, жена, дочь, то это это очень редко. Вот с этим повезло, Ну и знаете, наша романтическая работа, ненормированный рабочий день, приходишь поздно, да? Поэтому уже все готово. В армии я вот научился готовить этот узбекский плуг, потому что я два месяца там с узбеками был на кухне, я был в наряде по столовой. Да. Давай. За что же это ты так на два месяца залетел? Да сказали, что раньше, мне один, что я с одним нашим товарищем, который, кстати говоря, из Мельгорода, Вова Гришко. Земеля почти. Земеля, да. Мы с ним поспорили еще в учебке, кто первый уволится. Говорит, я буду рубиться так, что страшно делать. Что спорили? Спорили, кстати говоря, что самое интересное, на килограмм трюфелей. Ух ты. Но когда мы пришли, кстати, из армии, уже не было. Ну их уже не было. И Вова мне передал из Полтавы мешок грецких орехов. Это вместо килограмма трюфелей. Так это, слушай, это намного круче. Конечно. Вот. Ну я на один день, конечно, вот благодаря этой кухне уволился на один день раньше. Ну все. С Богом. Похраненьки вставим. Ага. Я уже вижу, что будет очень-очень вкусно. Есть. Всякое время. Полчасика, да? Да. Полчасика, да. Ну, посмотрим будем, все равно, мало ли. Так, Сан Саныч, мы рассказываем зрителю, что сегодня у нас на самом деле марафон. Сейчас на место Игоря придет следующий боец. И мы потихоньку-потихоньку будем формировать наш стол. Абсолютно. Так? Да. Да. У нас метаморфоза. Так. Оп. Лошадь в стол. Синема. Да. Волшебство, да. И красота. И Наташа Довженко, начальник нашей рекламной службы. Между прочим, все не так вот, не так простенько. На самом деле, Наташа наша, одногруппница Игоря, который был только что. Вот так вот. Вот так жизнь свела на АТВ. Сами того не знали, не думали, а встретились опять. Бывает. Бывает. Потому кадры там воспитываются хорошие. Серьезные. В первенстве, да. Есть чем гордиться. Да. Ну, по крайней мере, мы точно благодарны. У нас большинство, наверное. Однозначно. Что готовим? Ну, конечно. Готовим. Слава Богу, ты уже знаешь. Женский салатик. Так. Мисочка. Да. Вот женского салатика еще не ели. В салатике. Значит, салат, капуста, что кому нравится. Берем раз. В нашем случае это пекинская капуста. Да, в нашем случае пекинская капуста. Значит, Саныч, вы давайте, наверное... Да, что мне заняться? Огурчики. Огурчики. Порезать как, рассказывай. Огурчики вот такими, знаете, тонкими-тонкими. Длинными? Да. Понял. Я люблю такое. Нет, два хватит. Два достаточно. Все, окей. Настюш, перчик вот таким вот квадратом. Понятно. Так она и раздает всем указания. Да, 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 да. Что поделать? Так обычно это и происходит. Конечно. Квадратом, длинным. Самое главное, я всегда говорю, знаешь, телевизионщики – это такие люди, которые умеют все. Вот. Ну, иначе ж да, мы не выжимаем. Поэтому готовить есть, рассказать про энергоснабжение, рассказать про теплообеспечение, о любви, о жизни, о чем угодно. Да. Мы такие. Натали. Да. Где берешь вдохновение и креатив? Вот особенно креатив. Где он растет? Где растет это? Знаете, что мне кажется? Наверное, это от мамы с папой. Даже так? Наверное, да. Наверное, это заложено с детства. Самая большая проблема для родителей, для моих была, это… Остановить Наташу в креативе. Нет, это забрать у Наташи книги. То есть Наташа купалась в ванной, Наташа пряталась под одеялом, Наташа не учила уроки, Наташа кушала. И читала. В общем, где угодно и как угодно, но Наташа читала. Вот, наверное, с тех пор фантазия у меня и разыгралась. То есть я читала книги. И остановить ее никто не может. До сегодняшнего дня. И я смотрела кино. Вот оттуда. Ну и как-то и переживаешь, чтобы понравилось, чтобы потом человек еще вернулся, чтобы кто-то увидел, пришел, что и следующий рассказал. Ну, конечно. А что самое сложное для тебя в рабочем? Моей? Да. Я знаю, но не скажу. Интересно. А ну скажите. Может, я думаю, что это сложное, а ну не сложное. Ну скажи. Я знаю, что это работа с клиентом. Потому что клиент иногда такой идет. Ну нет, так у меня только такая работа, работа с клиентом. Но самое сложное, это понять, что он хочет. Я вот только сейчас начинаю понимать, как тяжело на самом деле, когда у тебя в гостях фактически родственники. Вот. Это просто очень тяжело. Вот случайно за кадром. Ну ладно, у нас сегодня все можно. И сейчас в кадр протягивается такая длинная-длинная рука. И Нины Паустовской. Нины Паустовской. Нина Паустовская, ты где? Ау! Скажите, как классно со своими. Она без суплера не разговаривает. Так, заправку делаем. Так. Ага, давай. Девочки, как мы любим? Девочки. А мальчиков-то и не спрашиваешь? А мальчики к нам примажутся. Слушай, ты девочки. Мы любим вкусно. В принципе, все делается, ну, два-два на два. Ты мне скажи, это сладкая закуска или какая? Нет, это сладко-острая. Сладко-острая. Остро-сладкая. Как вся наша жизнь. Вот такая. Продолжаем просто тему Игоря Назаренко с острой закуской. Идет сладко-острый салат. Следом. Тем более, что у нас действительно все журналисты любят остренькое. И никуда ты от этого не денешься. Вот, вот откуда острота в блюдах моя. А ты рассказываешь. То есть вас подкармливают журналисты, я правильно понимаю? Конечно. И жизнь. Вот чем секрет. Жизнь. Так, сколько у тебя телефонных звонков в день? Вообще? Или в среднем? В среднем. По работе. От 50 до 100. По работе я спрашиваю. От меня и мне. И мне. От меня, конечно, намного больше. И когда приезжаешь домой, телефонный, он летает? Он летает. Нет, когда я приезжаю домой, мне хочется. Вон напротив. Вот. Не включили? Да. Когда я приезжаю домой, мне хочется тишины. Но не получается. Не хочется, но не может. Очень часто в дни войны. Иногда даже звонят. Максимум это у меня было где-то в 11.5.12. Ну, клиенты. Именно заказчики? То есть он что-то вспомнил, сильно переживал. И вот у него вот тоже пришла креативная мысль в голову. А так как, ну, в СУ мы с людьми работаем долго и давно. Все друг друга знают? Да, да. И потому, ну вот, ну, я же говорю, что звоните в любое время, пожалуйста. И я готова. Так, сыр. Так, сюда у нас идет еще сыр с плесенью, да? Только в плесень мы будем, ну, ты его так выколыривать будем. А потом мы будем вот так. Наташа, когда больше всего рекламодателя? В какие сезоны? Вот мы знаем, у людей психически неустойчивых. У них обострение на полную луну, осенью, весной. А рекламодатель Казаньский. Мы редакция власти. Это знаем точно. Демисезонные приходы. Вот перед мартами, перед сентябрем. Тоже, да? Это максимум, да. Ну, значит, все правильно. Вот природа, это есть. Вперед свое. Она диктует. От нее никуда не денешься. Нигде. Да, и, кстати, и биология в этом не помогает. Образование. Все повадки я знаю, да? Кстати, телевидение существует для того, чтобы по нему выступать, а не для того, чтобы его смотреть. Нойл Ковард. Ой, красиво. Замазала сковоринку. Ай-яй-яй. Так, это у нас вино. Красное, сухое. Сюда сейчас пойдет грушка, да? Сыр-то у нас непростой, а козий, ребятки. А год следующий, это год козы. И очень вкусный, и вонючий. Да. Как должен быть сыр. Саныч, если вы не понимаете в сыре, то я думаю, что он деликатес. Я же и сказал, очень вкусный, но запах там очень красивый. Средину не вырезали. А у тебя в жизни АТВ это первый такой уникальный коллектив? Или до этого тебе встречались такие творческие люди? Ты в школе поработала, Саня? Да, да. Я поработала два года в школе. Два с половиной. Поняла, что надо бежать? Без оглядки? Нет, честно, мне нравилось. Мне нравилось очень. Я работала бы до сих пор, ну, если бы не ситуация, да. Вот так вот. И я, получается, опять же, по финансовым обстоятельствам ушла из школы. И волею судьбы, чему я очень благодарна, я попала в рекламу. Я попала на ту пору в огромное рекламное агентство, в принципе, первое в Сумах. Полного цикла. Где-то от менеджмента до фотографий, до разработок. Ну, в общем. Прошла всю школу? Да, я прошла всю школу там очень хорошо. И вот там вот и был мой первый веселый коллектив. А когда сейчас на улице так вот сыро, серо, и мы сейчас ложим вот такой вот красивый вот салатик. Всем становится весело. Ну, это пока мы корпоративы. Грушево. Грушево, да. Слушай, ну, классно. Так. Я уже хочу. Сейчас оно вот пойдет, сыр немножко расплавится, да? Возьмет, да, вот возьмет вот эти все вот запахи. Да, это же не может ли бы тут противаться далее. Так, продолжаем наш кулинарный марафон. И у нас на кухне Вовочка Спасенов, наш любимый начальник отдела эфирного обеспечения. Он же помогает нам, если не хватает операторов, то очень даже прекрасненько снимает. Он же помогает нам. Если что-то по электрике, если что-то по технике, если что-то вообще... Ну, еще палочка-выручалочка. На все руки. Вот. И, кстати, зрители теперь будут знать, кому обращаться, если им что-то не нравится в эфире. Это он именно наполняет программу. Да, ну, ничего, что мы их делаем, волны, что Вова наполняют. Да, попал. Говори, что мы будем готовить. Будем делать стейк. А, он еще охотник. Рыбак. Рыбак. Ой. Подводная охота. Вот, поэтому понятно, что мясо. Будем делать стейк. Так, давай будем делать. Давай, команду. Нам нужно мясо и нож для начала. Так, мясо, свинина, балык. Это свинина, это балык. Почему свинина и балык? Ну, обычно бывает как с друзьями. Ну, это как всегда у нас, например, в коллективе. Собираемся куда-то ехать, и мы как хорошая БМВ заводимся с полуоборота. Это здесь и сейчас. Да, правильно. Шашлык мариновать некогда, поэтому всегда берем балык. Готовится он быстро. Его достаточно нарезать, перетереть солью, перцем, подождать 15 минут. И можно сразу отправлять на плиту. И тогда он будет самый вкусный. Да. Да. Давай. Вот как-то даже странно спрашивать, Вова, часто ли ты делаешь это, Вова? Часто хочется ответить сразу. С козы, с оленя, с кабана, с зайца, ути. Да, кстати, расскажи, Франдич. Готовишь ее? Да, да, да. В последнее время как-то не получается. Работы много. Да, работы много. Посмотрел на сандыч. Ты же скажи, что вот еще и лицензии покупаешь, не только. Да, лицензии очень дорогие, как бы. И к этому нужно подходить творчески. То есть на ходу нужно ехать заранее, вытопить баньку. То есть и так, чтобы дня на два. Не меньше. А бывает так, что уже не стреляем после баньки? Бывает. Бывает. Фотоохота. Исключительно фотоохота. Это обычно на утку у нас так получается. Что, кстати, тоже можно увидеть в эфире АТВ. Конечно. Секрет приготовления очень просто. Надо, чтобы было просто свежее мясо. И все. Держи. Все понятно. Так. Так, перец. Черный, да? Обычный. Черный. Притом перца нужно немного. Главное, чтобы мясо приготовилось. А потом уже все остальные специи можно добавлять потом. Ну-ка, признавайся, так как у тебя все-таки работа связана с эфиром, в какое самое интересное для твоей семьи время тебе приходилось выезжать из дома и чинить, собственно, если что-то там не так, неполадка? В три часа. В три часа ночи? Ночи, да. Шикарно было, да? Нет, это было, по-моему, пятница. Я уже, как сказать, пошел домой, расслабился и включил АТВ, а эфира нет. Ничего не осталось, вызвал такси и поехал на канал. Естественно, там было аварийное отключение света, все это починил и пошел домой под утро. Бывает такое, что ночной вызов, служба спасения спасенов едет на канал. Да, и фамилия соответствующая, поэтому никто не будет разбираться. А ДЭТИБУ. Толщина примерно сантиметра-полтора, да? Ну, полтора-сантиметра, да, до двух. Наверное, самое простое, и я так чувствую, что для тех, кто любит мясное, это будет самое классное. Без мяса все-таки новогодний стол не стол, поэтому... Ну, скажем так, к этому рецепту я пришел не сразу, потому что обычно вот с друзьями выезжаем на шашлык. Хорошие люди подсказали. Да, на шашлык все вот эти вот... Так, складываем это все. И получается мангал, маринование, вот это занимает очень много времени. Потом... У каждого свой рецепт. Да, я купил определенную установку, это плита, которая, там, газ, все, зажигается, она буквально там 10 минут, и она уже в работе. Мне пора работать туда. Так, все, я убежал. Подожди, подожди, я убежал. Это оставляем на 15 минут, через 15 минут его на решетку. Ясно, все. Все, понятно. Я за камеру. Хорошо. Давай. Процюйте. Так, две девчонки-красотульки-хохотушки. Это наша Яна Диденко, администратор программ, и наша Наташенька Лысенко, журналист. Вот, сегодня они у нас что делают в кухне? Оленье. Оленье. Тю-тю-тю-тю. Ну, куда она войдет? На самом деле, вот эти две прекрасные девушки вечно фонтанируют идеями. Ну, сегодня они придумали готовить традиционное блюдо, чтобы показать, что мы тоже еще. Да, это самое главное блюдо на новогоднем столе. Нормально. На, тебе маленький. О, Боже, что же нам ревелить? Такий, как ты, маленький, гарненький. Не надо, ведь трошки побежать. А мы здоровы. Ну, тебе же треба человека готовить, так что, чистить, приготовить. Так, мне какой-то продукт под размер ножика. Под размер ножика. 1861 рік. Поява оливье в России от французского кухаря. Вот, что такое журналіст. Вот, что такое журналіст. Вот, что такое журналіст. Серьезный подход. На самом деле, я же просто знала, что я готовлю, то все это легко дизнаете. Ого. Хоча могла сделать выгляд, что я дуже розумна, але... Ну, то ты у нас и розумница, и красавица. Да прекратите. Видите, по поводу оливье, у меня как бы мой братик, он, его просто обожает, это у него любимое вообще блюдо. Поэтому, даже если на Новый год он идет куда-то с компанией отдыхать, дома он берет баночку, насыпает оливье и идет всегда со своим оливье. Со своим, правильно. А мы как, скидаемо все? Скидаемо туда, скидаемо все. Все скидаете Клименко, а потом разрываем. Кстати, сколько лет уже на свете живу, а так до сих пор и не знаю, а какое оно, первое января? Яна, сейчас у тебя таки запитанечко. Я-то знаю, но все равно скажи мне, будь ласка, кем ты только не працюешь, ты и пишешь, ты и читаешь, ты была и звукорежиссером, ты в принципе у нас и режиссер. В принципе, да. Ну, в принципе. Да она и снимает иногда, если надо. И снимаешь. Да, я школу прошла на Академии, и вообще оставься во всех этих делах. Знаете, это очень просто интересно, потому что в каком бы отделе я ни работала, там вообще интересные люди у нас со всеми. И школу я прошла хорошую, сейчас мне пригодилось все. От там журналистики в новостях, это мой первый опыт, и звукарский опыт, и, конечно, режиссерский. Поэтому, ну, это все интересно, там своя специфика в каждой работе. А что больше всего? Ну, наверное, все-таки режиссерская работа. Ну, у нас, кстати, сейчас вот не просто так стоят здесь Яна и Наташа. Я подумала, что Яна, наверное, это сторожила. Она одна из тех, кто пришел на АТВ еще когда была академикой. Да, Академ-ТВ в 2007 году, наверное, это случилось. И Наташка, она пришла к нам последняя. То есть она пришла в 2014 году. Она, кстати, еще не пришла, она у нас стажут. Она доходит, да, доходит, добегает. Чего я тут стою? А, ну, это можно. А, ну, это можно. Так, я не скажу, что я старожил. Нормально приняли, вписались. Ну, ты же бачишь, начи вписался, что я еще не выписал. Да, мы упустили вас тоже, как и в мене. Есть ты готовить? Простой Слуцкий, понимаешь? Ну, я как генеральный продюсер, а я как есть это самое, помощник режиссера. Самое большее. Он с Настей готовит, мы тут, понимаешь? А все потом будут есть. Не просто готовим, посуду моем. Посуду моем. Убираем. Котушку чистим. И если готовим, то готовим вкусно. У нас сюда идет балык. Мы решили соригинальничать и пустить никакую не докторскую колбасу, никакую не свинину какую-нибудь там вареную, а копченый балычок. Все, мы соригинальничали. Багато я вам кушал. Очень много, да, рецепты очень много разных. Что с балычком теперь оно? Скажи, а ты вот завжди такая была веселая? Чи я только до нас приезжала? Да нет, это у меня карма по жизни. Вот такая хохотушка. И в школе, наверное, да? Наташа, а вообще семья у тебя украиноязычная, да? Потому что у нас очень, на самом деле, мало людей, которые в повседневной жизни, ну так уж есть, говорят на украинском языке. Причем, заметь, литература. Литература. Ой, откривай вам страшную таймницу про себя и свою семью. Давай. Откривай. Все мы суржикоязычные. Ну, я от тебя суржика не слышу. Не слышу. Ну, как бы это красиво. Это роки работы над собою, понимаете? Это огурочки из Витки. Это огурочки из бобрика. В кетчупе консервованной. А че ж ты жал, не казала? Я ж думал, что это магазин, я и не попробую. Нет. Так, Янусь, а ну-ка расскажи мне. У тебя было очень много проектов. Сейчас у тебя стоп снят, и ты ведущая погода на канале. То есть, в принципе, ну, это лицо канала, да? Ведущая погода. Какой проект тебе запомнился, ну, больше всех? Больше удовольствия, реально. Ну, больше всех, наверное, все-таки нывка запомнилась. Я только хотел сказать. Потому что... Я знаю даже почему. Потому что... Яна любит работать на шестисотках. Очень. Она просто всю жизнь мечтала выращивать разные сорта картошки, огурцов, лука. По мне нет, конечно, своих соток, никакого огорода. Поэтому для меня это было тоже, я училась всему. Но самое, наверное, почему нывка? Потому что выезды в 5 утра, рано, вот это вот камеры, все собираем. Мы сонные приезжаем туда, чтобы побыстрее отснять, пока солнце не встало. Уже можешь читать лекции в аграрном университете? Легко. Легко. Вот, вот. Что? Какие сорта? Чем удобрять? Когда что-то синий? Ну, когда виноград, там чем укрывать на зиму, мы точно знаем. Да, вот по винограду. У специалистов. Ну, Наталка, я понимаю, она это делала. Видишь, я сразу вижу, она так. Працювать умеет. А ты у нас как режиссер, метец, я бы хотел побачить. Как ты будешь человеку готовить? Что ты же готовить будешь? Уже готовит. Яна. Маслай, да. Скажем так. Друг мой. Знаешь, так, штрих-мастер. Мастер. Мыться, штрих-мыться. Ох, Саныч, мыть. Так, и у нас опять гость. Это наш главный оператор Валера Коваленко. Беда вас батя, ты должен батя. Слушай, и в халате, я вон стою, я просто получаю удовольствие. Эстетическое. Очень эстетическое. Валера, на самом деле, Валера у нас не просто так, а продолжает дело Володи Спасенова, своего коллеги. Мясное дело. Они у нас два подводника, подводных еще рыбака, которые с аквалангами пороздят просторы Псла и всех возможных водоемов в Сумской области. Совершенно верно. И не только в Сумской. Так, Валерий Геннадьевич, руководи. Так, ну мне досталось, я так думаю, самое безответственное задание. Это положить... Не скажи, вот Спасенова никто не спросит. Положить это мясо в головку. Ну, так. Что-то мне подсказывает, что его надо завернуть в фольгу. В фольгу. Что-то это что? Это что-то или кто-то? Это то оборудование, которое находится у нас тут на кухне. А ты скажи, ты мясо давно не ешь, Санта? Наверное, года два, но не жестко не ем. Когда очень хочется, я тогда могу позволить. Понял. Ну, тем более, у тебя получится приготовить. Теперь скажи мне, а какую ты вот под водой самую большую рыбу вбыл? Щуку на 7,5 килограмм. Покаж. Это она какого? Ну, твоего роста, наверное, было, да? Нет, она где-то была метр и 7 сантиметров. Ничего себе. Так, что мы делаем? Так, давай. Давай, рассказывай. Так, будем заворачивать мясо. Ну, я думаю, сколько у нас тут кусочков? 6, да? Ну, да. Сколько спасенов сделал, сколько есть. Я думаю, будем заворачивать в два слоя. Каждый? Хотя нет, фольга не слишком тонкая. В один, да? Да, в один. Каждый? На две части. Да. Ничего себе. Ну, мне кажется, оно высохнет. Так, фольги не хватит. Слышишь, что так неэкономно на нашей-то кухне? Мне кажется... Вот дома ты бы так вот заматывал в три слои. Вот потому и заматываю. Нет, когда-то фольга была толстая. Ты покажи один, как его поделать. Сейчас все хуже. Просто, да? Производим. Конвертом. Конвертом, показывай. И рыба длиннее. Покажи. Ложим. Так. И плотно. Плотно. Плотно заворачиваем. Так. Так, и сюда, да? Я сразу, да, предупреждаю, что много внимания я вам не уделю, потому что моя камера находится без меня. А то понятно. Ты давай заворачивай и вперед. Тогда быстро рассказывай. Ты отелечник со стазом, ты тоже старожил. А вообще, сколько уже на телевидении? На телевидении... После этого я тебе скажу, когда мы начали с Валерой работать, это был 93-й год. Некоторые из вас еще ходили в детский сад. С Санычем мы начинали вместе. Да. Поэтому это уже даже не верится, сколько существует... То есть лет 20 уже точно, да? Да, уже 21 даже, да? Да, 21. Да, наверное. В 93-м году я пришел, помнишь? Да. Слушай, для тебя камера уже продолжение руки? Да, наверное, да. Я вообще не задумываюсь над тем, как я снимаю. Это как-то уже на автомате, да? Как у мужчины после рыбалки доехать до дома, так у Валерой. Задумываешься только насчет эстетического восприятия кадра. Главное, что Валера – это очень творческий человек. А сам телевизор смотришь дома или уже так надоедает это все? Смотрю телевизор очень сильно, мне кажется, так мало уже кто смотрит телевизор. Я даже иногда бывает подчеркиваю в программе, что надо посмотреть. Ничего себе, круто. Вот серьезный и системный подход. Кстати, Валера этим всегда отличался у нас. Так, я тебе помогаю. Давай, дорогой. Отправляем. Ставим. Я так думаю, что где-то минут 35. Спасибо, ты потом… Я побежал, да. Да, ты нам потом скажешь, если мы забудем вдруг что-то. Напомним. Выключишь камеру, да? Гукнешь, и мы выключим. Настя, и у нас на кухне главный режиссер телебаченье. Петро Олександрович Крыштов. Петя, ну давай, что готовить будем? Готовить будем традиционное блюдо. Для Украины? Но традиционное оно не для Украины. Вот, это уже… Это роллы. Нам надо, во-первых, нори. Вот случайно я иду. Да, вот случайно я иду. Вот чего не было, так это нори еще, да, Сан Савич? Не было. И мы сейчас посмотрим. Специально Петя вопросов не будем задавать. Пусть он сам о себе рассказывает. Он привык там, понимаешь, так себе, за компьютером. То есть, нас резать, резать. А вот пусть в кадре… Да, будет и на вашей улице праздник. Я думаю, что можно порезать рыбу и сыр. Только расскажи, как ее порезать. Потом я сейчас порезу. Резать ее надо на тонкие куски, чтобы можно было потом заворачивать. Тонкие кусочки. Так, чтобы мы его свернули. Соломочки, да? И сыр как? Вдоль и поперед, Петя, говори. Так вы ее режете. Ага. Вот так. И куски должны быть тонкие. Так, это у нас что такое? Это у нас вода для того, чтобы мочить руки. Потому что если их не мочить, у нас ничего не получится. Замачивать будем? Да, замачивать. Я раньше в фильмах видел, это там тоже руки мыли, а некоторые пить начинали. Да. Идя там лимон. А мы этого делать не будем. Пока. Так, Петь, ты у нас по образованию психолог, да? Да, есть такое дело. Есть такое дело. Я, правда, уже все позабывал, но... Я к тебе до компьютера. Ну, диагнозы еще ставлю на канале. Скажи, я к тебе до компьютера вот это донесло? Допустилы? Нет, донесло как-то самого. Не допустилы. Ну, интересовало всегда меня это дело. Начал я работать со звуком. Ага, вот все со звукарей вышли. Ну, так... На профессиональном сленге выражая, все со звукарей у нас. А потом как-то пересел на видео, так получилось. Тебе нравится то, что ты делаешь? Да. Я никогда не делаю то, что мне не нравится. Не пересел на видео, а подсел на видео, я бы сказала. Начинал ты на радио. Да. Да? И почему поменял радио на телевидение? Ну, все-таки в какой момент так стало? Мне интереснее было попробовать что-то другое. То есть стало скучно просто? Ну, не то чтобы скучно. Так, из того, что тебе приходится монтировать, что тебе интереснее всего? Политичная кухня. Молодец! Правильный ответ. Оформление канала и заставки, которые видят наши зрители. Это все, в принципе, твоя работа, твои идеи. Рекламные ролики. Где натхнение черпаешь на рекламу? В секте под названием ИТВ. У вас же до этого Довженко была. Где черпаете натхнение у Довженко? Может, они вдвох черпают его? Знаешь, у нас впервые вот эта японская кухня, это интересно. Это не японская, это пародия, я так думаю. Потому что сыр у нас отечественный, рис у нас отечественный. Пародий мы на какую кухню еще не сделали на нашей политической кухне. Время, когда-то время начинать. Да. Так, ты целый день смотришь на известных, популярных, красивых людей, да, Сан Савченко? Да, сто процентов. А дома потом телевизор как? Дома телевизора у меня нет уже давно. Так, это связано с профессией? Нет, это связано с моими интересами. А точнее с его отсутствием интереса к телевизору. К тому, что там показывают. Так. То есть работаешь на телевидении, но телевизор не смотришь. Работаю в Макдональдсе, но пищу оттуда не ем. Так получается. Ну это умные люди так делают. А жена? Тоже не требует. Хорошо, и чем вы занимаетесь? Пришли, обычно включаешь телевизор. Прихожу я с работы в 8 часов вечера. Ну это понятно. Поужину вы спать? Сан Савченко, честно говоря, ваш огород сегодня больше всего. Кстати, телевидение – лучшее доказательство того, что люди готовы смотреть на что угодно, лишь бы не смотреть друг на друга. Энн Ландерс. А может ты нам какую-то хокку почитаешь? Хокку? Ну да. Раз уже суши в студии. Я думаю, хокку это больше по вашей части. По нашей части. На улице идет снег. Ползе улитка по склону, да? Вот, вот, вот. Близится корпоративный Новый год. Петя, что ты любишь читать, скажи мне, пожалуйста? Читать? Ну, сейчас читаю ремарка. Вообще, люблю читать всего и много. Три муфальную арку? Три товарища? Ты шел? Время жить и время умирать. Так, тут, конечно. А сыр? На самом деле мы сюда... Сергеева накрошила. Ну, пробочайте. А сыр у нас это плавленый? Да, это обычный плавленый сыр. Давай. Что-то боюсь это. Давайте. Зачанет. А ну, давай, Петя, показывай мне. Смертельный номер. Смертельный номер. Так, давай, доставание. Ты ж, ты ж... Я так буду только... Ага. Да. Угу. Мы сейчас только вот так вот. Петя, я понял. На шероховатую поверхность. Смачиваем ручки. Что теперь? Рисик. Теперь рис. Скатываете его в комок. Скатываю в комок вот так? Да. Ага. Чтобы он слипся. Да. И тонко налепливаете его... Сюда. На листик. Да, равномерно. Мастер-класс еще сразу. Так. Видите, как все... Петя, ну, а ты давай мне про синтоизм рассказывай про Японию. Как космические корабли. Все корабли. Боростят. Ой. Тонкая работа. Нет, Петя, давай ты. Ага. Все испортили, теперь давай ты. Так всегда. Так все и происходит обычно. Вот нет у нас, понимаешь, терпения японцев. Вот это такой тоненький листочек. Попробуй на него. Я разумею, бы в якийсь лопух за... Капусту, да? Завернуть в капусту там. В капусту что-нибудь завернуть. Как говорили... Самурай? Ну, я бы сказал, не только самураи. В основном это дзен-буддисты. Они говорили, что художникам нужно быть не для того, чтобы уметь нарезовать картину. Так. А для того, чтобы ее увидеть. Красиво. Так вот и поваром нужно быть не для того, чтобы уметь сделать блюдо, а нужно быть для того, чтобы почувствовать весь вкус. И какое бы невкусное блюдо ни получилось, оценить, как в нашей политической кухне. У нас такого не было. Слава Богу. Слава Богу, не было. И надеемся, не будет. Да. А что больше запомнилось? Что больше запомнилось? Кролика запомнился. Вот. Который... Ивана Семеновича Боршаша. Ивана Семеновича Боршаша. Сидора Артемовича. Который, я говорил, что он, может быть, не кролик, а заяц насправде, и який десь с панчанского леса и памятаешь, а Сидора Артемовича Копака. Мне запомнилась больше всего кухня с Геннадием Михайловичем, потому что писали мы ее, мне казалось, вечность. Да. На самом деле это было где-то два с половиной часа, но это было очень долго. И мы с Ансанычем стояли вот примерно вот так, потому что Геннадий Михайлович не разрешал делать ничего. Ничего. И говорить тоже не разрешал. Да, и говорить тоже не разрешал. Не давал вставить два слова. Мы сейчас Кристофа переселим за камеру, за кадр, и он будет докручивать нам. Докручивать, да? Да, я вот этот, пожалуй, скручу и удалюсь, если вы не против. Итак. Итак. Следующая партия журналистов и режиссеров. Блондинки в законе. Две Анечки. И Аня Кульченко. Работаем в паре всегда. В голосе делаем, да. Будет так и здесь. Что будем делать? Ну, так как все... Кухня новогодняя, поэтому... Еду, 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 еду. Уже хочется выпить. Мы решили, уже как бы да. Пора уже выпить. Пора уже и выпить. Давайте, давайте. Такой новогодний, даже рождественский напиток. Глинтвейн. Кстати, если вы видите трезвого Деда Мороза, то скорее всего это Санта-Клаус. Берем сухое грузинское вино, да? Не просто так берем грузинское вино, между прочим, но Санечка с отличной, имеет грузинские курины. Я ж почему и говорю, что берем грузинское вино, а не какое там, понимаешь, французское. Да. Вот. И, конечно же, красное. Ань, ты чувствуешь вообще, что грузинская кровь там где-то бурлит внутри? Да. Бывает, что вы по себе? Чувствую, я думаю, мои друзья тоже иногда. Ощущаю. Собираемся вместе. А что, шашлычки? Ну, я люблю говорить тост, красивый тост, такого плана. Вот, тост за тобой. Галантных мужчин, любит Аня. Тост за тобой сейчас. У нас нам надо нарезать, наверное, сразу апельсины, лимоны. Апельсины, лимоны и расскажите, что тут вы уже приготовили. Пахнет очень вкусно. Так, у нас есть такой небольшой секрет. Эти специи мы бросаем сразу. Так, у нас корица идет в конце. Тогда будет очень насыщенный и вкусный. Это очень бросаем. Так я бросаю. Это там у нас кардамон, гвоздика и ванильный сахар. Понятно. Поплываю. Ох, красиво. Хорошо пошло, да? Как дети в школе. Вот, вот. О, смотри, слушай, профессионально режете, быстро, красиво. Лимончик, давай сразу его порежем. Два лимончика. Девчонки работают в паре, потому что Аня журналист, она пишет материалы. Аня монтирует. Аня монтирует, да. Вообще, как бы общий язык находите всегда или бывают споры какие-то? Нет, с Аней мы нашли моментально общий язык. Не знаю, она меня понимает с полусловия, она так буквально угадывает мою мысль. Да, и когда, например, мы сделали сюжет и потом, ну, проходит часа два там, да? Вы его обсуждаете? Нет, мы его не обсуждали. Мы сделали сюжет и разошлись. Я делаю дальше, Аня там свое-своё-своё. Значит, и проходит там часа два, и тут смотрю, Аня такая ко мне присаживается. А можно. Всё можно. Всё можно. Переделать немножко. Можно поправить. Всё можно. Я просто и потом думаю о сюжете даже… На самом деле просто Таня думает о сюжете и ещё, да, спустя время. Я понимаю прекрасно, потому что светличные сюжеты, они, скажем так, они всегда отличаются оригинальностью. Вот у неё настолько самобытно, да? У нас как бы у каждого человека свой творческий почерк, но у Ани он особенный. Ну, Аню сейчас не буду. Вторую Аню. Вот я когда пришёл, честно говорю, за мои двадцать лет на телевидении, ну, редко встречается, когда девочка режиссёр и режиссёр новостей. И причём это делает постоянно. Ну, не так как бы… Ну, сейчас это постоянно. Да. А пришла-то я… Я была режиссёром не новостей. Ну. И как вот это тебя… Доросла. Тебя в наказание туда кинули? Ну, как бы нет. Так сложилось… Обстоятельства… Не хочется, чтобы всё равно какую-то творческую передачку… Не хочется. Скажи, а что новости не творческие передачи? Ну, не хватает. Новости как наркотик, Сан Саныч, поэтому она не может… Там особый ритм, на самом деле, да. Это да. Всё нужно делать очень быстро. Это да. Так, девчонки, яблоки нам нужны? Да. Так, раз, два. Ну, у нас, между прочим, Светличная, она учитель английского языка. И вот мне интересно, приходилось на каких-то встречах с какими-то делегациями использовать эти знания? Или, может, просто слышала вот то, что без перевода? Да, приходилось, но не с делегациями, а со студентами. У нас много, как известно, иностранных студентов везде. И поэтому… Легко мы… Расскажи пару слов. У меня без перевода всё отлично. Отлично. Ну, вот какие у нас журналисты. Всё знаю. Ещё, кстати, есть одна интересная штука. Вот зрители точно этого не знают и мало кто знает. У нас Аня Светличная организовывает на канале «Минутки интеллекта». То есть такое «Что, где, когда». Ты подготовила вопрос? И на самом деле это очень здорово, потому что… А сейчас вопрос. Вот когда ты сидишь, этот ритм, ты работаешь, новости, всё кипит. Вот так, ребята, минутка интеллекта. Все остановились, какой-то вопрос, разрядка… Дай тебе три. Очень здорово. Ань, а ты вообще как? Что, где, когда – это любимая передача? Или вот как так получилось? Она сама «Что, где, когда». Ну, ещё-то в детстве я её не очень любила смотреть. Потом, наверное, когда немножко умнеешь, так взрослеешь. Тебя помочь? Не интересуешься. Да ладно. Так, а где стихи и песни? Это же известный дуэт. Дуэт. Я говорю, дуэт снегурочек, вот. Новогодних снегурочек. Девочки. Будет сегодня? Ну, подождите. Давай я поработаю, а вы помогите. Отдай! Да, да, да. Вы спокойно ложи. Отдай нож. И в таком темпе начала резать, что я уже злякался. Как новости делает, так и режет. Ага. Особенно уже перед последний сюжет, когда выход, да, программы. Главное, начальник роллы делает, так расслабленно, спокойно, и подчиненное вышло яблоко. Потому что, вот сразу, понимаешь, по темпо-ритму видно, кто чего режиссирует. Здесь свободно сидит и тут. Правильно, потому что новость – это горячий продукт. Тан Саныч, наконец-то выпьем. Да вот оно уже готово. Мы как-то так все едем. Его уже можно наливать. Я тебе скажу. Вот чуть-чуть раз, раз, раз. Красота. Ага. И будет тост. Тост за тобой. Кстати, самый секретный указ президента называется об обеспечении хоть какой-нибудь обороноспособности страны в 5 часов утра 1 января каждого года. Так, итак, мы бросаем яблочки, я думаю, да? Да. Корицу. Яблочки, корицу, да. И все. А корицы сколько? Ну, штучки три, я думаю, не помешают, да? Давай. Руководим. А ты прямо длинных такие, да? Палочки. Палочки, да. Палочки, да. Ух ты. Сейчас пойдет запах тот самый. Вы молодцы. Вот это хорошо. Мы сейчас будем пить и пусть все смогут. Ну да, ну вы ели, а мы смотрели. Да, действительно. Мы хоть выпьем. Мы все оставим. Классно. Вот. Божественно. Так, и обещанный номер. Культурная программа где? А, вот так это происходит. Самсан, желание загадать и между двухами? Все загадал. Ты посмотрели на меня, что меня страшно стало. Я просто... Больше работы клиентка. Я лучше... Так, куда тебе уже больше работы? С одной стороны запах божественное мясо. С другой стороны. Но глинтвейн лучше. Вы еще мясо не пробовали. Подождите. Курченко Аня может такое приготовить только на работе, потому что дома ребенок маленький. Глинтвейн там не варят. Там варят супы. Не поймете? Не супы, а манекашки. Так, манекашки уже прошли. Уже все. Давай. Это всегда полезно. Садович, обещанный тост. Да, ждем. Как говорил Чехов, кратко сестра таланта. Я буду краткой. За АТВ. Ура! Ждал такой длинный грузинский. За АТВ. А тут за АТВ. И вот у нас в гостях два прекрасных лица канала, ведущие наших новостей. Нина Паустовская и Сергей Диденко. Ура, ура. Итак, что будем готовить? Ну... Какой же праздник без сладкого. Именно. Поэтому делаем десерт. Десерт. Властена ты наша. Такая изюминка. Так что у нас есть? У нас есть коржи. Вообще десерт очень прост. И в приготовлении можно его делать в огромнейших количествах. Собственно... Сережа, остановись. Ты что? В огромнейших количествах делать ведущим новостей десерт нельзя. В огромнейших количествах вариантов, вариаций разных его можно делать. Вот ананасик берем, да? Так. Сотя, нож, ложку. Мне вилка нужна. Вилка. Все. Даю тебе вилку. Сегодня у нас у Паустовской праздник. Она оторвалась и смогла себе сделать на голове то, что он может сделать в новостях. Новостях. Да. Понял. Сережка, давай ты сначала, наверное, смажешь. Давайте, давайте. Давай смажем. У нас с Сан Санычем довольно неплохой рост, да, Сан Саныч? Да, Сан Саныч? Да. Мы не маленькие вот. Поэтому, да. Поэтому, чтобы просто оценили, какая красота у нас здесь работает. И она высокая и красивая. Это Нина, да. Если брать коржи уже готовые, они слишком сухие, нужно дать время пропитаться. Потому что в дальнейшем эти коржи нужно будет с помощью формочки, ну, например, обычного стаканчика, как делаются те же самые пельмешки или вареньки, аккуратненько значит такие кружочки из них выбить из этих коржиков. Это такие канапешечки, десертные канапешки. Кто бы мог подумать, что все это рассказывает физик по образованию. А, ведущий новостей. Физик. Ну, как, я не совсем физик, недофизик, так сказать. Не до физик? Ну, да. Поначалу это мне все понравилось, дальше решил заниматься другими вещами. Ну, и эту физику. Другой физик. А это что, не физика? Это тоже тебе физический процесс, правильно я говорю? Конечно. Диффузия тоже самое. Это много разных моментов. Что-то осталось. Нинель, ты у нас сама из Севастополя, ты оттуда родом. Как так получилось, что такая красота доехала до города Сумы? Мне нравится город Сумы. Мне очень нравится город Сумы. Тут своя обстановка. Он маленький городок, но тут уже все такие люди родные за три года, но я просто себя уже не представляю на самом деле без этого города, без вас. Не знаю, как физика, но вот художественный вкус у тебя очень разве. Единственное, чего не хватает в Полстовской здесь, это море, наверное, да? Да. За морем ее скучают, потому что море умеет говорить, если его слушать. Вот так вот. Приходи на озеро Чеха. Поговори с ним. Там нет, Саныч, время в промежке. Я там все время разговариваю. Слушать тебя буду с удовольствием. Нина, а ну скажи, хоть один политический вопрос я тебе задам, наверное, на нашей сегодняшней нововке. Ой, нет. Когда нам к Рим вернут? Нина, ты-то знать должен? Нет, Сан Саныч, я этого не знаю. И один Господь Бог знает. И очень хочется на самом деле, чтобы и для России, и для Украины закончилось то, что происходит сейчас на Востоке. Очень хочется. И мы за это обязательно выпьем. Да. Как ты действительно с физики вдруг ведущий новостей? Ну, сначала просто ведущий праздником, а потом вот и телевидение пришло. Да, я всегда, всегда, всегда пытался себя реализовать по максимуму. Я занимался многими вещами и спортом, рукопашные бои, теннис, опять же, всех видов, футбол. Ну, футбол, конечно, мало. Волейбол, практически все виды спорта. То есть, максимум, где я мог себя реализовать, что мне нравилось. Я это делал. И через время, опять же, началась студентская жизнь. Все понимают, что это такое. Это постоянный бурный процесс. Конечно. Это общение, это знакомство. Опять же, это концерты, какие-то таланты. И как-то вклинился, и тут понеслось. Вшел один раз на сцену, а теперь уже… Я не могу остановиться теперь. Именно. Именно. Но это нравится? Конечно. Мне вот интересно, кстати, этот вопрос не мой. На самом деле, Александр должен был спрашивать. Но спрошу я. Паустовская. Звезда моя. Как ты отбиваешься от мужчин? Вот просто мне интересно. Вот модельные внешности. Звезда ходит по городу. И наверняка следом ходят толпы. Вот как ты… Я рядом с ней хожу и их отбиваю. Не ходят. Не ходят. Боятся, наверное, все-таки. Боятся? Да. Чего? Ну, я как крымчанка, у меня же тоже кровь горячая. Татарская, что ли? Ну, у меня есть и грузины. У меня есть, на самом деле, и губанские казаки в роду. Поэтому… Так. Не все так просто. Да. Люди видят, с кем я хотела бы пообщаться. Я интроверт по своей сути. А кому я открываюсь, тогда уже… Да и не каждый мужчина с калопрозу. Докриня до Паустовской. Черные бровы кари и очи. Недульки. Ни одного свели с ума, да? Ну, Нина-то у нас не просто ведущая. Нина у нас журналист. Причем она и по образованию журналист. Да. И работает еще в редакции новостей. И как все, значит, день отработала, а потом еще и новости. Ну, правильно. А как должно быть? Я надеюсь, для того, чтобы работать в журналистике, должны быть нервы, канаты, стальные канаты. И вот, в принципе, дома, когда приходишь вечерком, в ванной, а потом такой десерт. Все как рукой снимает. Лицом во взбитое сухо. И ушел. Финальный аккорд. Это будет отпечаток. Маска на торте. А ты смотришь себя по телевизору? Включаешь? Я занимаюсь самоедством. Я смотрю, да. Я смотрю, слушаю, нравится, не нравится. Но я очень люблю, когда меня критикуют на самом деле. Отлично. Когда конструктивная критика. Вот оно что. Я уже бачу. Когда есть конструктивная критика, да, я только за. Сережа, а ты смотришь? Телевизор? Да. Своим участием? Да. Честно говоря, нет. Мне звонят родители, которые постоянно просыпаются и ложатся, грубо говоря, с передачами, с новостями. Сегодня был у тебя хороший костюм. Какой? Какой? Можно поподробнее? Ну, на самом деле, очень бурный темп. Я просто не успеваю смотреть. Как в той рекламе бонжур. Как в рекламе бонжур. Как в рекламе бонжур. Да? В лесу елочки. Елочки, кстати. Вот тебе на вагоне портечек. И мы продолжим працювать на политичной кухне АТВ с партнером нашей программы «Мебли Фокс». С партнером показа торгового марка Горобина. И с Олей Гордус. Вот. В кадре. Оля, что мы будем с тобой готовить? Вы знаете, относительно готовки… Ну, надеюсь, не плов, не борщ. От автора проекта я изменилась. Да. Формула красоты и здоровья. Если учитывать, скажем так, специфику проектов, которые я делаю, я веду. Оценив масштаб катастрофы того, что сегодня уже приготовлено на этой кухне. Не знаю. Всего много. Все очень разное. Так, ты калории подсчитывать будешь или нет? Говори честно. У нас корпоратив. Ольга Николаевна. Корпоратив у нас. Давайте оставим цифры калорий в прошлом году. Единственное, что хочется сказать, как бы, и моему любимому коллективу, и нашим зрителям, что не увлекайтесь, не злоупотребляйте, потому что… В новогоднюю ночь. Да. Потому что праздники проходят очень быстро, а выдыхать потом, как бы, и работать… А вылазят все эти смоколы, как же не над боком. Да. Работать над этим потом очень долго, очень сложно. И все-таки, наверное, я сегодня приготовлю то блюдо, которое будет очень радостным 1 января с утра, 2-го. Ну, в принципе, как бы, в любой, даже другой день. Ну, расслабо. Да, посмотрев на то, что есть сегодня на нашей кухне, и увидев вот эту прекрасную тарелочку с натюрморством фруктовым, можно есть так, отдельно, кто что любит. Ну, фактически, как бы, сегодня мы приготовим банальный фруктовый салат. Вам я поручу самое важное дело. Давай, давай. Значит, мы чистим мандарины. Мы от шкурочки разделяем долечку, и каждую долечку снимаем шкурочку. Пожалуйста. И киви тоже. Удачи, Санцарыч. О, Боже. Терпение вам. Терпение. Чтобы много вопросов не задавал. Я понял. Так, Настя, чистим яблоко, грушу, а я займусь петой, наверное. А теперь рассказывай, когда в твою жизнь пришел здоровый образ жизни? Когда? Почему так произошло? Ну, наверное, когда пришел совсем, уж совсем, совсем здоровый образ жизни, это случилось, наверное, не так давно, года три назад. Так. А вообще, как бы, заниматься тем, что, ну, меняться, я, наверное, такой человек очень неспокойный, мне всегда скучно, и хочется чего-то нового, интересного. Поэтому меняться я начала давно, и, скажем так, после того, как у меня родился сын, и, как бы, все мы, женщины, страдаем такими любимыми вопросами, там, лишнего веса, да, вот как-то там, после всех вот этих внутренних вопросов. Вот, как бы, с этого, наверное, все... Страдали цели наши. С этого, наверное, все и началось, как бы, вечная проблема у женщин. Их две, наверное. Первая – нечего одеть, некуда повесить. А вторая – худеть начну с понедельника. Так вот, понедельник у меня все-таки случился. Я очень благодарна тому понедельнику, когда я начала, действительно, заниматься там собой, своим внешним видом. И, скажем так, работа-то у нас какая? Какая? Публичная? Публичная, да. Мы, люди на виду. То есть, расслабляться не время. Так, у тебя есть еще другие проекты. Один из них... Мы сейчас с тобой не по фэн-шую одеты, конечно. Ну, черная и белая, да? Ты насколько себя гармонично чувствуешь в образе такой... Черной. Ну, прямо, скажем, стервы, да? Такой вот. Чего уж... Слушайте, а чего вообще греха таить? Каждая женщина, наверное, в душе очень глубоко. Где-то кто-то глубоко в душе, кто-то не очень, кто-то менее глубоко. Ну, вообще, наверняка в современной сложной жизни, когда женщине говорят, ну, ты стерва. Это, наверное, комплимент. Я так думаю. Ну, Настя, я думаю, что тебе в этом образе тоже придется побывать. Я жду этого. Обязательно. Черное и белое, ну, в нашей жизни, наверное, это основные цвета монохромные, да? И, в основном, как бы, мы все делим на то, что хорошо и то, что плохо. Мало кто замечает оттенки, да, вот, между черным и белым. Серые, светло-серые, где-то более насыщенные асфальтные тона. Но все-таки больше в жизни контрастов. И хотелось, наверное... Чтобы ближе к белому. Нет, хотелось, наверное, чтобы контрасты были всегда, как бы, в нашей работе, в журналистской. Потому что, как бы, задавать хорошие вопросы, удобные вопросы всегда хорошо. А все-таки в этом формате, Настя, ну, когда до тебя еще очередь, наверное, дойдет. Оля, нет, Оля. Обязательно. Да, как бы, ну, в этом формате все оправдано, понимаешь? Можно, не так, ненавязчиво укусить, можно где-то... Укусить? Обидеть человека? Нет. Обидеть – нет. Обидеть... Это очень важно, как бы... Грань. Грань чувствовать. И обидеть... Обида – это самый большой грех, на самом деле. Обижаться нельзя. Нужно прощать. Нужно учиться прощать обиды. И, ну, лучше, конечно, не обижать. Сказала. А как на критику ты реагируешь? То есть, как ты его снимаешь? Ну, на самом деле, я очень самокритичный человек. Угу. Сама себя, в общем, копаешь? Ну, однозначно. Но если критикует кто-то, порвать готово. Нет, Ансаныч, кто как не вы знаете, когда меня критикуешь, я стараюсь делать еще лучше. Вот. Это как руководство к действию. Ну, это не мотивация, это, наверное, вот такая какая-то часть самолюбия. Да, как это? Мне сказали, что я это не могу. Я это не могу? Да я в лепешку разобьюсь и докажу, что это не могу. Так, у вас такое взаимопонимание неспроста. На самом деле, вы вместе работали очень много лет. Сколько вообще журналистики уже отдано? У меня с математикой туго. В 96-м году ты пришла, да? В седьмом. В осенью 97-го я пришла на телевидение, пришла, увидела Сан Саныча, говорю, ну, как-то хочу попробовать. Он говорит, так, пожалуйста. Да. И понеслась. Да. Почему к Сан Санычу как-то, я не знала, что я встречу на телевидении, когда я приду у Александра Александровича, но так вот случилось, что… Мой сын Уоли просто в студии занимался на пьянине. Да, это… Ну, это для зрителей надо, наверное, объяснить, что, скажем так, по образованию я учитель музыки, этики, эстетики и художественной культуры. Да, я заканчивала наше сумское музыкальное училище. Что я несу в массы? Культуру. Красоту и культуру, да. Вот эти все лишние элементы, а вам надо, что же, аккуратненько это все постараться сделать. Ольга Николаевна, я же без ногтей, я так вряд ли смогу. Вы в очках. Я, конечно, попытаюсь, я поневаю. Без ногтей и в очках. Сан Саныч, вы в очках. Люди делают фруктовый салат, как бы, ну, у кого что есть. Смешали там, перемешали и заправили. На самом деле нужно четко понимать, как сочетаются между собой фрукты. Не все их смешивать нельзя. А фрукты делятся, как скажем там, на три категории. Сладкие, кислые, полусладкие. Но, вот видите, у нас на тарелочке лежит пять. Сейчас как вина прям. Да. Пять ингредиентов. Гринкейн вам не бурлит просто. Пять ингредиентов. То есть, во-первых, в салате не должно быть больше пяти составляющих. Так. Во-вторых, должно быть сочетание вкуса. А почему? Три к двум. Угу. Почему вот нельзя больше пяти? Вы знаете, в моде тоже сочетает, разрешается сочетание. Не больше пяти цветов. Вот точно так во фруктовом салате. Не больше пяти вкусов. Так. Сегодня я заботюсь о иммунном здоровье, об укреплении иммунитета нашего коллектива. И еще. Фруктовый салат очень легкий, и он не оставляет ощущение тяжести в желудке. Для нашей заправки сегодня я принесла домашний йогурт по вкусу и по предпочтениям. Очень советую мужчинам заправить этот салат с сочетанием лимонного сока, тремя ложками коньяка и добавить немножко корицы. Это принципиальный вопрос мужчинам? Ну, я же говорю, что кто что любит. Я, например, очень люблю этот салат, если туда добавить две ложки мартини. Мужчинам добавляется кто-то от этого салата. Вот это по-женски. Очень вкусно. А мужчины как бы к мартини относятся. Мартини сладкие, поэтому... Петрушки туда накрашены мужчинам. Я думаю, что наш салат станет украшением любого ресторанного меню. Я уже вижу, что да. А про ресторанное меню Оля знает не по наслышке. У нас есть проект Ресторанная карта. Тоже Олин проект. Кстати, как вообще? Бывало так, что вот ешь, а... А не хочется. Настя, скажу по секрету, я очень редко ем. Ага, я поняла. Очень редко... Вообще или в ресторане? Ну, как бы в процессе, когда идут съемки, поэтому... Я могу попробовать, но съесть... Ты просто контролируешь процесс? Ребят, которые со мной работают в проекте, вот они вам точнее скажут, операторы, как это было вкусно. То есть вы наезде едаете все? Да. Ага. Ну, никто не жаловался. В всяком случае, все красиво. То есть достойно. Достойно, да. Все достойно. И у нас действительно очень много заведений в городе, где можно очень вкусно покушать. Вы знаете еще, почему фруктовый салат? Вот сейчас смотрю, последний... У нас как-то зима. Держи. Смотри, красота какая. В этом году как-то зимой у нас, да, предновогодняя не очень сложилась. А если заглянуть в нашу очаровательную мисочку, тут столько цветов, столько ярких красок, которых порой не хватает в обыденной жизни. Этот салат должен уже быть хотя бы на столе, чтобы нетрадиционно проснуться в каком-то, понимаешь... Мордой в оливье вы имеете в виду. Именно. А все-таки в фруктовом салате. И обязательно на мебели мебли фокс. Да. Тогда оно как-то будет веселее, интереснее. Волшебный будет следующий год тогда. Да, да, да. Самое лучшее средство от депрессии, от вот того всего, что там сейчас серое где-то на улице, это замечательная компания, в которой ты работаешь. Это коллектив друзей, это коллектив любимых зрителей, коллектив наших зрителей. И еще как бы не забывайте о том, что лучшим средством от депрессии являются физические нагрузки. Поэтому я за здоровый образ жизни. Мы тоже. Я обещаю, что в следующем году в наших проектах будет много новых и полезных советов о том, как жить в удовольствии, жить здорово и жить модно и красиво. Посмотрите, какая красота. Лучшее средство от плохого настроения – это Глинтвин. Хочется сказать, мы это вырежем, но просто очень хотелось сказать. Спасибо. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Приятного аппетита. Ну и финальный аккорд на нашей кухне – наш директор Сергей Клочко. Ну, подытожьте нам, Сергей Владимирович. Мы не спрашиваем, что готовить будете, заметьте. Ну, директор не готовит, директор пьет. Хотел бы сказать, что, судя по этому столу, наверное, телезрители и сумчане знают, что наш канал в новом году будет делать еще очень хорошие, интересные передачи. Мы все будем кормиться на них. Будем кормиться не только физическими видами, кормиться еще и знаниями. Я хотел бы поздравить всех сумчат, хотел бы поздравить наш коллектив. Я скажу мне, насколько легко работать в этом коллективе, хотя я начал работать совершенно недавно. Ну, знаете, как уже в этом году все говорят, хотел бы пожелать всем мира. Мира и нам, и Украине, и как сегодня, и России, и всем остальным. Хотел бы здоровья пожелать нам крепкого, потому что ваше здоровье нужно нам. Ну, всего самого хорошего. Ну, это как тост звучало, поэтому я предлагаю бокалы в студию. Сергей Владимирович, это вам. Бокалы в студию. Конечно, раздевать приходится редко шампанское, но хочется. Отлично. Великолепно. Мастерским. Давай. Опа. Вы вот скажите, вы когда-нибудь думали, что ваш коллектив своими руками может сделать вот такую красоту? Ведь наверняка не думали. Не, наверняка то думал, но хотелось. Дорогие наши телеглядачи, вы были на политичной, новоречной Кухне АТВ. И партнер нашей программы Меблі Фокс, партнер показу торгова марка Горобина. Залишайтеся с нами. З Новым Родом! Уууу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова